Соборование Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли собороваться несколько раз за пост? Что такое соборование? Соборование — таинство исцеления. Болеет ли кто из вас, то призвод пресвитеров церковных, помажет его и леем во имя Господне, если какие грехи сотворил, отпустится ему, и молитва праведного восстает от дра болезни болящего. Как-то так пишет апостол Яков о таинстве соборования. Предполагается, что ты болен настолько, что вообще в храм прийти не можешь, что священник идет к тебе, ты лежачий больной, и предполагается, что ты перед этим каешься усердно, и те грехи, и те болезни, которые перешли в жизнь твою, по причине греховности твоей, они уйдут. И предполагается, что ты, заболев единожды, единожды и соборваешься. Болеем мы разными болезнями, поэтому от разных болезней можно собороваться неоднократно. А если что-то одно, то одного раза достаточно. Потому есть такая добрая традиция собороваться раз в год Великим постом практически всем. Она относительно новая, ей даже столет нет. Что-то около того. Каждый год у нас что-то новое болит. Голова-то селезенка, не селезенка. Так почки, то печень, то руки, то ноги, то душа болит и сердце плачет. И поэтому нужно понимать, ради чего ты идешь собороваться. Не просто, а вот все идут, и я иду. Вот, батюшка по собору, то там разберемся. Может, что-нибудь болеть перестанет. Да, это неправильно. Надо понимать, о чем ты просишь. От чего ты хочешь избавиться. Такой важный момент. Если в этом году не получилось, то в следующем году уже не обязательно. Если я разные случаи наблюдал, бываешь, думаешь, да, вот сейчас легкая болезнь, сейчас все пройдет, и не проходит. А бываешь, думаешь, по соборуешь. Думаешь, ну, сейчас по собору, через недельку похороню, наверное. Наверное, так уже многих твоих друзей пережил человек. Тайна из себя велика есть, и почему где-то она проявляет себя чудодейственным образом, где-то нет, это зависит только от вас. Для меня эта тайна велика есть. Сейчас можно долго рассуждать о том, почему Господь наш молитв исполняет, почему нет. Вот тема другая. Возвращаемся к вопросу, можно ли собороваться несколько раз за пост или несколько раз в году. Повторюсь, что если ты рождественским постом, допустим, соборовался, у тебя там мигрень была непроходящая, а вот к великому посту у тебя там и щитовидка увеличилась, ну, вот можешь пару раз и пособороваться. Знаю матушку, которая каждый раз соборовалась, когда у неё токсикоз начинался, и токсикоз пропадал в тот же день, когда она соборовалась, до родов. В первый месяц соборовалась, всё, 8 месяцев, и живёт припеваючи. Через на третий месяц, ну, как-то затянуло, всего 3 месяца страдала, а потом уже как-то полегче становилось. Так что такие интересные, можно даже сказать, забавные случаи бывают после соборования. Так что, а если просто душа болит, вот тяжело на душе, пойдите, пособоруйтесь, тоже можно. Ну и напомню, что если вы редко исповедуетесь, редко причащаетесь, то перед соборованием обязательно надо поисповедоваться, потому что это одна из составляющих частей таинства соборования. Важно, чтобы вы переменили свою жизнь и пообещали Богу жить лучше, милосердней, сострадательней, чище, целомудренней, чем то таинство соборования. Помоги нам Бог, исцели нас Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok